Борис Блохин 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 Но все-таки потом несколько смягчили свою риторику и пообещали, правда, вместо 2 миллиардов долларов предоставить кредит в 1 миллиард и 700 миллионов долларов, тем не менее сказали, что если ничего не будет делаться, если ничего не будет происходить в плане реформ, то деньги больше давать не будут. Так вот, как раз газ, который Украина собирается покупать у России, она будет покупать на деньги международных финансовых институтов, в частности, Всемирного банка. Для этого, как заявил премьер Владимир Гройсман, Киев собирается взять кредит на сумму 500 миллионов долларов. Понятное дело, что российскому газовому монополисту Газпрому все равно, где Украина будет брать деньги. Газпром уже давно заявляет о том, что перешел полностью на рыночную технологию расчетов с Украиной. То есть, если есть деньги и Киев платит, то, соответственно, Москва газ продает. Если нет денег, то ни о каких поставках речи быть не может. И если переговоры и будут идти о чем-то, то, наверное, о скидках каких-то. Действительно, Москва заинтересована, ну, по крайней мере, не против, насколько я понимаю, чтобы продавать газ Украине. Действительно, Украина является таким перспективным партнером в этом отношении. Это достаточно большой рынок, даже несмотря на то, что за последние полгода Украина сократила потребление газа. Ну, в первую очередь, это в силу, конечно, экономических проблем, экономического кризиса, очень глубокого в этой стране. Тем не менее, потенциально рынок этот большой. И, конечно, Москва заинтересована в продаже голубого топлива Киеву. С другой стороны, Украина показала себя за последние годы как партнер ненадежный. И, заключив очередное соглашение с Киевом о поставках газа, в частности, никто не даст гарантии, что завтра это соглашение будет Киевом пересмотрено в ту или иную сторону. Именно поэтому сейчас в Стокгольме заседает арбитраж, который решает проблемы, многочисленные проблемы с Украиной. Проблемы как раз газовые, проблемы тех давних договоренностей, которые оспаривает Украина. С другой стороны, Москва тоже предъявляет претензии Киеву по поводу выполнения прежних договоренностей. И вот на этом фоне также непонятно, как будут подписываться новые соглашения. Впрочем, возможно, будет достигнут здесь какой-то компромисс. В арбитражном суде Стокгольма с 2014 года рассматривается несколько встречных исков «Газпрома» и «Нафтогаза». Требования российской стороны оцениваются сейчас в 32 миллиарда долларов. Основа исков – недобор Украины и Газа, начиная с 2009 года, плюс штрафные санкции за нарушение принципа «бери или плати». Он означает, что покупатель должен выбрать весь объем топлива, указанный в соглашении. Если этого не происходит, выставляется штраф. У украинской компании к российской претензии на сумму более 29 миллиардов долларов. «Нафтогаз» считает заниженным заложенный в контракте с «Газпромом» тариф на транзит топлива в Европу, а также требует компенсации за недопоставку транзитных объемов. Помимо этого, от российской компании ждут компенсации по контракту на поставку газа в республику. В первую очередь речь идет, конечно, о тех соглашениях, которые были подписаны еще в 2009 году. Соглашения о поставке газа между тогдашним премьером Юлией Тимошенко и тогдашним премьером российским Владимиром Путиным. Те давние соглашения от 2009 года, они не устраивали последующие власти в Киеве, не устраивали они президента Виктора Юнуковича и тех людей, которые пришли к власти в Киеве в 2014 году. Они тоже заявляли не раз, что вот та цена, которая была достигнута на тех переговорах, она абсолютно неприемлема. И это было главной причиной разногласий. Потом вроде удавалось как-то урегулировать, были достигнуты некие скидки, но все равно газовый вопрос был таким центральным в отношениях между Москвой и Киевом. Ну а затем случилось то, что случилось. Украина заявила о своих евроатлантических стремлениях, о своем векторе в сторону Европы. Другое дело, что в Европе, как выяснилось, не особо ждут Украину. Тем не менее, вот такое стремление было заявлено. И, соответственно, Москва, Газпром, что вполне естественно, заявили о том, что раз так, то Украина будет получать газ по рыночной цене, на что почему-то Киев оказался не готов. К чему оказался не готов. И это тоже стало причиной новых разногласий уже. Ну а когда отношения испортились уже до предела, 2014-2015 год, вот в конце 2015 года, украинские власти и вовсе заявились о том, что отказываются покупать российский газ. Тогда премьером был, я напомню, Арсений Яценюк. И ему свойственно было делать такие громкие политические заявления. Всем было понятно в ноябре 2015 года, что и в вопросе с российским газом Яценюк все-таки в первую очередь опирается на некие политические мотивы. И, в общем-то, было понятно уже экспертам, что Украина, которая испытывает очень серьезные проблемы в экономической сфере, попросту говоря, Киеву нечем было согревать свое население. Облизился отопительный сезон, вернее, даже он уже начался в ноябре прошлого года. Были серьезные очень проблемы, как решить вот этот вопрос, отопительный вопрос. Тогда властям в Киеве удалось договориться о поставках так называемого реверсного газа, то есть того же российского газа, но только с территории Европы. То есть газ, который проходил транзитом через Украину в Европу, та же Украина и покупала у той же Европы. Правда, как заявляли в Киеве, это ему обходилось дешевле. Но, если внимательно изучить статистику, то, в общем-то, выясняется, что Украина покупала этот газ на 10-20 долларов дороже, чем она могла покупать у «Газпрома». Но политика, она превалировала, политические заявления превалировали. Украинским властям хотелось доказать, что они стремятся в Европу, что они порывают с России практически полностью, даже в газовом вопросе, даже несмотря на то, что все-таки чисто с практической точки зрения и покупать российский газ было выгоднее. Тем не менее, вот такие были громкие устремления в Европу. Но уже в начале этого года и весной этого года выяснилось, что Европа не особо Украину и ждет. Украина в последние годы ведет активные переговоры с Западом. Все чаще Киев просит в долг, договаривается об ассоциации с ЕС, рассчитывает на безвизовый режим с Евросоюзом. Соглашение о Евросоюзе обернулось для страны событиями на Майдане в 2013 году, когда Виктор Янукович принял решение отложить подписание этого документа. Следующий президент Петр Порошенко соглашение подписал в январе этого года, вступила в силу его ключевая экономическая часть, которая предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС. В 2014 году Украина взамен на реформы в газовом секторе договорилась о финансовой помощи от Евросоюза на сумму почти в полтора миллиарда евро. Однако никаких подвижек в газовой сфере о республике так и не произошло. Еще один пункт взаимодействия Киева и Брюсселя – безвизовый режим с ЕС, на который Украина рассчитывает уже в 2016 году. Для этого европейцы требуют от Киева усилить борьбу с коррупцией, провести реформы на границе и привести документы, удостоверяющие личность к европейскому образцу в виде биометрических ID-карт. В первую очередь, конечно, главная причина вот этих писем, которые руководство нафтогаза Украины присылает российскому «Газпрому» – это, конечно, экономический кризис и нежелание Брюсселя, в частности, финансировать те экономические реформы, которые на Украине до сих пор, в общем-то, и не проводятся. Именно поэтому европейские чиновники засылают с завидным постоянством делегации, инспекции на территории Украины, чтобы они изучали, как там проходят реформы, и выясняется, что на самом-то деле с мертвой точки их пока сдвинуть не удается. В первой половине 2016 года европейские чиновники, Евросоюз приняли решение о том, что в отдаленной перспективе Украина может быть интегрирована в европейское экономическое сообщество, в ЕС в частности. Там не обозначили дату, когда это произойдет, было подписано соглашение об ассоциации с Украиной, но, как утверждают даже европейские эксперты, навряд ли это произойдет в обозримом будущем, а, возможно, даже этого не случится никогда. В первую очередь, потому что сам Брюссель не заинтересован в этом присоединении, в этой ассоциации. Слишком разные уровни экономик у Украины и Евросоюза. Даже самые слабые в экономическом отношении страны Восточной Европы, страны Южной Европы, они опережают Украину в своем развитии. И Киеву предстоит проделать очень большой путь для того, чтобы достичь хотя бы этого уровня. Но проблема в том, что Украина пока для этого ничего и не делает. Следуют громкие заявления, следуют, в частности, слова приверженности европейскому выбору, но в экономическом плане, в общем-то, ничего не меняется. Это понимают и в Брюсселе, поэтому, естественно, никаких сроков не называют. Там говорят, пускай Киев сначала начнет проводить реформы, пускай сначала реально на деле покажет, что первые шаги предприняты, и затем мы уже будем смотреть. Правительство Арсения Яценюка, которое ушло в отставку в 2016 году, в первой половине этого года, в общем-то, кроме таких громких политических заявлений, в основном антироссийских, ничего не делало в экономическом плане. И резонно Яценюк ушел в отставку, на его месте оказался, как утверждают более прагматичный человек, Владимир Гройсман. От него ждут, наконец-то, прорыва в экономических преобразованиях. Пока, правда, следуют, опять-таки, заявления, каких-то радикальных действий не предпринято, хотя вот к этому визиту делегации МВФ Гройсман сначала пообещал, а потом все-таки сделал, предпринял некоторые шаги. В частности, он повысил тарифы, и в том числе тарифы на газ в два раза, тарифы на водоснабжение и на коммунальные услуги. Естественно, в первую очередь все это коснулось рядовых граждан. Ну и, естественно, газ теперь они будут покупать по цене, которая значительно превышает предыдущие показатели. Это тоже один из таких моментов, важных, характеризующих положение дел на Украине. Но вот кроме этого, пока никаких структурных реформ не проводится. И вот эти шаги, очевидно, все-таки сподвигли МВФ госпожу Лагард пообещать, что Киев будет получать финансовую помощь, но все это строго увязывается с политикой, которую проводят киевские власти. Напомню, что вот последние полгода Киев покупал реверсный газ. Видимо, все-таки он оказался слишком дорог для украинского правительства. И вот стало известно, что за последние несколько месяцев эти поставки сократились. Сократились в разы. И сейчас чуть ли вообще не прекращены. Это тоже понятно. Сейчас лето, наступило лето, и, естественно, газом мало кто на Украине пользуется в таких промышленных объемах. Кроме того, из-за экономического кризиса стоит большинство предприятий страны. А следующий отопительный сезон, следующий зимний сезон, он уже не за горами, поэтому нужно думать о том, как пополнить подземное хранилище газа. И на Украине поняли, что все-таки дешевле и надежнее будет покупать газ у России. Конечно, хочется при этом получать его по цене значительно ниже, чем они покупали до этого. Но вся проблема в том, что цена на газ на международных рынках строго привязана к цене на нефть. А за последние, по крайней мере, полгода цена на черное золото значительно снизилась. И вот через несколько месяцев после того, как снижается цена на нефть, снижается и цена на газ. Такой некий лаг есть в несколько месяцев. И, собственно говоря, вот сейчас, как я уже сказал, цена на газ варьируется от 180 до 190 долларов за кубометр. В общем-то, по мнению аналитиков, по мнению экспертов, которые занимаются газовыми проблемами, это вполне приемлемая рыночная цена, цена которой может устроить всех. Но Украине почему-то кажется, что для них цена должна быть еще меньше. Так вот, пойдет ли «Газпром» на это? Это вопрос, конечно. Но, как я уже сказал, с другой стороны, конечно же, российский газовый монополист заинтересован, в том числе и в украинском рынке. Так что здесь возможны компромиссы. Но готов ли Киев покупать все-таки газ, если все-таки «Газпром» не согласится на уменьшение цены? Это тоже вопрос. Хотя там, безусловно, понимают, что вот сейчас, похоже, цена устраивает всех. Возможно, в Киеве ждут, что цена еще, стоимость газа еще несколько снизится. Так как, в общем-то, несмотря на то, что стоимость черного золота сейчас вроде как бы стабилизировалась и даже имеет тенденцию к росту, тем не менее, кто знает, как дальше все будет. Может быть, она будет снижаться, и тогда Киеву светят еще более низкие цены. Произойдет ли это на самом деле, тоже большой вопрос, и все это покажут переговоры. В любом случае, ясно, что сейчас начнется некая игра, игра Киева за то, чтобы снизить цены. Наверняка начнутся заявления о том, что Украина готова вновь развернуться в сторону Европы, что если «Газпром» не пойдет на попятную, что если «Газпром» не будет снижать цену, то Украина не будет вообще покупать газ у Москвы. Это уже было, это уже мы слышали много раз, и знаем, к чему это все приводило. В любом случае, Украина всегда возвращалась к покупке российского газа. По сути, просто Киеву деваться некуда. Но вот этот важный момент, момент экономического кризиса, который переживает сейчас Киев, он тоже немаловажный. Дело в том, что все-таки потребность в «Газе» у Украины снизилась, и это, кстати, тоже одна из причин, почему Киев сейчас готов торговаться по газу. В общем-то, им нужно не так уж и много, по крайней мере, в летний-осенний период. Но вот в отопительный сезон все-таки, особенно если зима будет холодной, например, вот Киеву сейчас достаточно повезло, в прошедшем сезоне зима была на Украине относительно мягкой. Но вот какой она будет в будущем, никто не знает. И никто не знает, в общем-то, какие реальные потребности в «Газе» будут у Украины. И сейчас, в общем-то, правительство Украины понимает, что вот цена, которая есть, и те условия, которые предлагаются «Газпромом», все-таки они, наверное, оптимальные для Киева. И не воспользоваться этим нельзя. С другой стороны, Киев постоянно должен демонстрировать Евросоюзу, в частности, и Западу в целом свою такую проевропейскую направленность. И здесь нужно сохранять такую антироссийскую риторику. Вот как это совмещать, удастся ли это совмещать Киеву, это тоже такой интересный момент. И вообще, как дальше будут разворачиваться отношения между Брюсселем и Киевом, учитывая тот факт, что никак не могут европейские чиновники заставить украинские власти начать все-таки проводить экономические реформы. Время идет, деньги Европа дает, и не только Европа, но и Международный валютный фонд. Денег дает меньше, конечно. А самое главное, что доверие Киеву, оно тоже уменьшается и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Там уже открыто заявляют, что кроме обещаний, кроме слов, дел-то никаких, в общем, и нет. Кстати, уже прошло два года, как президентом Украины является Петр Порошенко, но вот за эти два года практически ничего такого в экономическом плане сделано не было, ничего положительного. Это отмечают и на Западе, об этом открыто там говорят. И, естественно, увязывают тесно дальнейшую интеграцию Украины в Европу с политикой Петра Порошенко. В самой Украине тоже зреет оппозиция нынешнему режиму, естественно. Народ недоволен, народ начинает понимать, что те люди, которые пришли к власти в 2014 году, они, в общем-то, мало что вот за эти два года изменили. Хотя за два года можно было сделать очень многое. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается российско-украинских отношений, в частности газовых отношений, то здесь как бы предельно все ясно. Понятно, что «Газпром» будет проводить абсолютно прагматическую политику в отношении Киева. Есть деньги, мы продаем вам газ, нет денег, мы с вами разговаривать не будем. Это тоже правильно, это тоже понятно. Если говорить о том, все-таки сумеет ли достичь соглашения «Газпром» и «Нафтогаз Украины», на мой взгляд, все-таки вероятность этого высока. Учитывая, что Киеву сейчас уже попросту некуда деваться, нужно все-таки договариваться, нужно проводить хоть какую-то политику, направленную на улучшение жизни своих граждан, и в очередной раз оставить страну без отопления. Такие угрозы постоянно были в прошлые годы. Этот, конечно, номер может уже не пройти. Украинцы готовы терпеть, конечно, многое, но, наверное, все-таки их терпение не безгранично. И поэтому новое правительство во главе с Владимиром Гройсманом все-таки, наверное, более прагматично подходит к своим экономическим проблемам. Все-таки там есть люди, которые умеют считать деньги. И с вероятностью 90% можно сказать, что, скорее всего, Киев будет покупать газ у Москвы. Вопрос только в цене. Но это мы тоже скоро узнаем. На этом все. Оставайтесь в теме.